Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, рельеф с изображением состязаний апобатов около 300 года до нашей эры. Мрамор 41 на 84. Данная работа иллюстрирует состязания апобатов во время панифенийских игр. Афобаты у древних греков – это те из атлетов, которые во время конных состязаний должны были на бегу спрыгивать с колесницы и скакивать обратно на нее. Четверка лошадей управляет вознищий, справа от него изображен гаплит, так называли тяжеловооруженных пеших воин. Он должен был соскочить с повозки и пробежать определенное расстояние. Похожие сцены запечатлены и на фризе Парфенона. Соревнования проводились в районе Агора и традиционное название Рынчной площади, где археологи нашли еще несколько похожих изображений. Такие рельефы посвящали богам знак благодарности за поведу. Спортивные успехи являлись не просто доказательством силы участников. Греческие состязания должны были выявить не того, кто лучше всех в данном спортивном искусстве, а того, кто лучше всех вообще, того, кто осенен божественной милостью, писал знаток древнегреческого искусства Каспаров. Игры – это часть ритуальной культуры, церемонии, к которым относились также гадания и обряды жертвоприношения. Интересно, что это произведение представляет собой стилизацию. Неизвестный мастер специально сделал рельеф в духе раннего древнегреческого искусства. Пиндар – один из самых загадочных поэтов Древней Греции в олимпийском гимне, посвященном Герону Сиракузскому в 476 год до н.э. так писал о славе, которая доставалась победителю состязаний. Слава Пилопа далеко озирает весь мир с олимпийских ресталищ, где бестрота состязается с бестротой, и отважная сила ищет своего предела. И там победитель до самой смерти вкушает блаженство выигранной борьбы. Вот такое описание нашел к работе рельеф с изображением состязаний Апобатов около 300 года до н.э. Мраво. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова